людей из опасных районов. Новые технологии и дополнительный стимул для развития Арктики. Еще один масштабный проект Росатома. Реакторы РИТМ-200 для суперсовременных атомных ледоколов. Мощности одной установки хватит, чтобы обеспечить энергии город-миллионник. И, конечно, максимальная безопасность. В трем еще уникальность проекта узнала Любовь Филиппова. Арктика – суровый регион с огромнейшим запасом полезных ископаемых. Именно здесь проходит кратчайший маршрут из Европы в Азию – Северный морской путь. Девять месяцев в году он покрыт льдом, толщина которого местами достигает 4,5 метров. И только у России есть свой атомный ледокольный флот, готовый работать в таких условиях. Сердце любого атомного ледокола – реактор. Их собирают здесь, в опыта в конструкторском бюро машиностроения имени Африкантова. РИТМ-200 – уникальная реакторная установка. Ее мощности хватит, чтобы обеспечить электроэнергией все жилые кварталы Нижнего Новгорода, города Миллионника. Она не только гораздо компактнее своих предшественников, но и абсолютно безопасна. При любых исходных событиях, что бы там ни произошло, с полным отказом питания, даже если судно утонет, то в принципе с реактором ничего не произойдет. То есть он останется в безопасном состоянии в любом случае. Причем независимо от действий персонала. Испытания реакторов проводят здесь же. Вот готовая крышка. Швы проверят на устойчивость и к воде, и к радиации рентгеном. Просверлить 40 отверстий. В металле толщиной почти 64 сантиметра помогают новые технологии. Мы освоили и внедрили технологию эжекторного сверления, которая подает охлаждающую, смазывающую жидкость непосредственно в зону резаной и вынимает, вымывает оттуда стружку. То есть это пылесос с охладителем? Ну, если на простой язык, то да. А для замены топлива на ледоколах с таким реактором устроят перегрузочный комплекс. По сути, все это огромный набор оборудования, который помогает ледоколу, ну, простыми словами, сменить батарейки. Здесь все в автоматизированном режиме. И даже самую маленькую гаечку откручивать будет не человек, а робот. Срок эксплуатации реакторной установки Rhythm 200 40 лет. И за это время перезагрузка топлива потребуется раз в 6, не больше. Так выглядит механизм, который будет вынимать из реактора кассеты с топлива. Захват этого контейнера, опускаясь вниз уже к активной зоне, он захватывает выбранную, отработавшую сборку, загружает ее в себя. И уже краном этот контейнер переносится на хранилище, где активная сборка выгружается, и какое-то время будет находиться там. Так щупальцами или как это выглядит? Он как рукой ее нежно берет, загружает в себя. Все штатные и нештатные ситуации, которые только могут произойти на атомном ледоколе, прорабатывают здесь. Проектировщики должны предусмотреть любой сценарий. Мы находимся на стенде виртуальных ядерных афетических установок, и пульт на ледоколе выглядит очень похоже. Это своего рода тренажер для сотрудников конструкторского бюро. Любой насос или клапан можно проверить виртуально, не отходя от компьютера. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строят три ледокола с реактором R200. Урал, Якутия и Чукотка. Их подчередно ведут в эксплуатацию в этом, в 2024 и 2026 годах. А самые мощные и большие в мире ледоколы Арктика и Сибирь с таким же реактором уже на флоте. Проводят по льдам караваны с грузом. Любовь Филиппов, Роман Сребренников, Наталья Сидорова, Первый канал. Сегодня у православных один из 12 великих церковных праздников.